Форматирование текста. При заполнении формы можно удалять маркированные и нумерованные списки, вставленные в текст в определенных типах полей. При разработке формы можно удалять маркированные, нумерованные и простые списки. Давайте введем текст вставить. Вот перед нами список. Выделим текст, которым нужно удалить или изменить. Нажмем на кнопку маркеры. Чтобы удалить нумерацию, нажмем на маркер нумерации. Настроим межстрочный интервал. Для этого на панели форматирования или выберем необходимый нам интервал. Выделим здесь и поставим интервал. Настройка интервала между абзацами. Выберем абзац. При заполнении формы можно пользоваться настройкой межстрочного интервала. Интервалы между абзацами в полях форматированного текста. Чтобы быстро определить, является ли текст в поле форматируемым, поместите в поле указатель. Например, здесь. Откроем меню формат. Если команда абзац не активна, значит поле не поддерживает настройку межстрочного интервала. Попробуем здесь. Здесь поддерживает. Выберем список, который нам нужно изменить. Здесь представлены форматы. И мы можем изменить. Сейчас мы эту форму закроем и перейдем в режим конструктора. Откроем форму в режиме конструктора. Содержание тренинга. Содержание тренинга. Это наша форма. При разработке формы можно применить формат заголовка к заголовкам элементов управления или другому тексту. В Microsoft InfoPad включено 6 встроенных форматов заголовка. Для этого мы выделим текст. В панели инструментов форматирования нажмем кнопку «Шрифт». Выберем из списка заголовок. Два. При задании текста в качестве заголовка упрощается использование цветовой схемы. При применении цветовой схемы цвета автоматически применяются к тексту в формате заголовков. При разработке формы можно применять форматирование полужирным шрифтом тексту в форме. Можно указать также полужирный шрифт в качестве используемого по умолчанию внутри таких элементов управления, которые позволяют пользователям управлять приложением. Элементы управления используются для отображения данных или параметров, для выполнения действий, либо для упрощения работы с интерфейсом пользователя. Выделим текст. На панели управления нажмем полужирный. Полужирный. Выделим текст организатор. Нажмем полужирный. Применение курсивного написания. Например, для этих полей. Однако нужно помнить, что тип поля определяет. При проектировании формы можно использовать средства выделения цветом, чтобы акцентировать внимание на текст или выделить некоторые элементы управления. Выделим поле «Участники». Нажмем на кнопку «Выбором цвета». Выберем. Выделение цветом. Оно может быть и несколько другим. Выделим. Вот таким. И имя выделим. И имя выделим таким же цветом. При проектировании формы можно изменить цвет текста, который отражается в форме. Можно также задать цвет, используемый по умолчанию внутри текста. Внутри таких элементов управления, как текстовые поля и поля с выражениями. Текст или элемент управления, который требуется изменить. Выберем кнопку «Цвет текста». Выберем нужный нам цвет и нажмем на кнопочку «Применить». Чтобы применить другой цвет, выберем здесь другой цвет. Желтый. Здесь мы тоже изменим цвет на выбранный. А здесь зеленый тоже. Изменим цвет еще в поле данных. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Здесь тоже. Изменим цветовую. Цвет. Посмотрим, что у нас получится по режиме предварительного просмотра. Вот наша форма, которую мы разрисовали. Основные действия по возможностям форматирования.